Имели ли место какие-то переговоры в результате этой вот черноковой такой дипломатии Джейка Саллвана? Я знаю, вы об этом и в своем блоге много говорите, говорили, анализировали ситуацию. Насколько вам вообще кажется возможным, что Америка смогла как-то посодействовать в этом вопросе и договориться между двумя сторонами? Я думаю, что договориться не получилось, потому что буквально накануне, за день, за два, за три до ухода из Херсона, там были тяжелые бои, в которых орки несли тяжелейшие потери. Они бежали с поля боя во многих местах, бросая раненых. Они даже раненых не забирали, что говорит о... Ну, вы понимаете, это критическая ситуация разложения на грани полного разгрома. Затем, я не думаю, что был какой-то там договорняк или договор, потому что то, что они сделали в Херсоне, это, конечно... То есть, они уходили как варвары полноценные, которыми они являются. Город без света, без воды, без интернета. Они взорвали стоящую единственную там телевизионную башню. Вот. И они были обстреляны. Был выдан сильнейший удар градами. Вот теми градами, которые ВСУ поставила Братская Словакия. Был нанесен мощнейший удар вслед уходящим оркам. Ну, такой удар, я вам скажу, это вот перед начале берлинской операции, когда брали Берлин в 45-м. Вот такой артиллерийский удар по Зиеловским высотам наносился. То есть, я не знаю, кто там, кто попал под этот обстрел. Там камня на камне не должно было остаться. Вот. Поэтому рассказ этого петуха ихнего из Министерства обороны генерала Коношенкова о том, что никто не пострадал, ни личный состав, ни техника. Это, опять-таки, это петушиные трели. Всего этого не было. Враг потерял. Понес сильнейшие удары во время отступления. Ну, вот, да. Действительно, если все время войны врут, почему они сейчас должны говорить правду? Понятно, что никакого веры тому, что они говорят, нет. И, тем не менее, смотрите, вот появляются такие заявления, в том числе от генерала Милли. Он буквально пару дней назад сказал о том, что очень серьезные потери обеих сторон, 100 тысяч он назвал цифру, я так понимаю, и погибших, и раненых, и 100 с другой стороны. Он призвал обе стороны до начала зимы сесть за стол переговоров. Насколько весомое заявление этого человека, что он из себя представляет, или может он изъявлять волю политического руководства страны? Ну, генерал Милли – это высший военный чин Соединенных Штатов Америки, председатель Комитетного комитета начальников штабов. Но это военный, это не политик, поэтому вот он в тех высказываниях, которые вы упомянули, он очень тонко и очень осторожно говорил. Он не призывал никаким переговорам, он говорил, что, возможно, после Херсона возникнет какая-то пауза, а она возникнет по объективным обстоятельствам, эти обстоятельства, самое главное, Днепр, мосты разрушены, как для ВСУ это препятствие, так и для Орков обратно плыть тоже препятствие. Вот, поэтому, значит, будет какая-то пауза, и, возможно, обе стороны уточнят свои позиции, и, возможно, придут к выводу, что, может быть, надо поговорить. Он сослался тут на 2000, правда, очень неудачно. Сослался на 1915 год, когда война уже, там же собирались, когда она начиналась, закончить все к Рождеству 14-го, а в 15-м уже поняли, что она будет длиться бог знает сколько, уже зарыли в траншеи, и шла страшная война, которая унесла десятки миллионов. Так вот, он говорит, в 15-м году не поняли стороны, что настало время переговора. Продолжалось это еще 4 года, унесло сотни, десятки миллионов жизней. Ну, то есть, он предположил, что пауза даст возможность подумать. И может быть. Но он не призывал никаким переговорам, я вам больше скажу. В заявлении Госдепартамента Тед Прайс, это было во время выборов в США, в день выборов 8-го числа, он говорил, что наша оценка, что никаких переговоров, нет никакой основы для переговоров реальных. Россия на переговоры, ничто в реальных действиях России не показывает, что она готова к этому. И все остальные, в принципе, говорят, что Америка не рассчитывает на переговоры. И у меня сложилось впечатление, что вот эти разговоры о переговорах, они имеют вполне определенную утилитарную прикладную ценность. На Западе, ну, прежде всего, в Европе, там люди, изнеженные многими десятилетиями отсутствия войны, отвыкли испытывать трудности, поэтому вот эти экономические всякие там проблемы, инфляция и так далее, как-то так их немножко угнетает. И потом их много. А выражать свое мнение они должны единогласно, да, и в НАТО, и в ЕС. В Соединенных Штатах выборы недавние, республиканцы там угрожают, хотя они в значительной степени это победа пирова их, если она вообще будет. Но, тем не менее, там грозятся, что надо прекращать в эту бездонную бочку под названием Украина, выбрасывать деньги, потому что Украина, вы видите, это воинственный забияка. Они не хотят мира, им не надо мира, они хотят воевать и получать за это деньги. Вот так многие республиканские экстремисты ставят вопрос из мага. Изоляционисты я добавил, не просто экстремисты, а изоляционисты, которые раз в поколение, они поднимают свою аглию. Да, не просто изоляционисты, они просто дебилы в настоящий момент, потому что быть изоляционистом в 19 веке это где-то имело смысл, а сейчас это безумие. Вот, поэтому, значит, идея всего этого разговора о переговорах состоит в том, чтобы Украина сказала, и она наконец-то сказала, что мы готовы к переговорам. Ну, все. Ну, вот теперь американцы начнут с G20, с союзниками, будут проводить бурную работу, говорить, Украина готова. Но какие переговоры? Сказали же с самого начала, что переговоры должны закончиться полным освобождением оккупированных территорий. Не может в 21 году страна-член ООН закончить переговоры с тем, что она украдет и оставит за собой часть захваченной в результате агрессии территории. Это вообще невозможно. Ну, то есть, нормальная постановка на основании Харти, Устава ООН, это все это о том, что они должны уйти, но они же пока не согласны. То есть, первый шаг американцы-союзниками вместе с Украиной делают. Украина согласна переговорам, пауза, слушаем Россию. Россия, конечно, да, не уходит, она не уходит с этих территорий. Шаг следующий, американцы с союзниками делают. Ну, раз так, тогда мы сделали все, что могли. А теперь полный ход военной помощи Украине. Вы не хотите, это для Москвы, не хотите уходить, ну, получите тогда, получите неприятности. И тогда полная, неограниченная, ничем не сдержанная военная помощь финансовой Украине и все. Продолжение следует...